Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная программа Культ Просвет и сегодня наша тема театр и музыка. В гостях у нас режиссер и композитор Владислав Наставшев. Добрый день! Здравствуйте! Напомню также, что наша программа технически возможна сегодня благодаря моему коллеге, звукорежиссеру Родиону Золотареву. Ну и естественно, без вас, уважаемые радиослушатели, без ваших комментариев, вопросов и мыслей эта программа немыслима. Поэтому напомню, телефоны прямого эфира, по которому вы можете до нас дозвониться и оставлять свои впечатления, участвовать в дискуссии. 6721-2939 и 6721-3939. Пожалуйста, сообщайте нам также свои мысли по номеру WhatsApp и SMS 2061-91 2061-91 Итак, Влад, ты вернулся совсем недавно из достаточно длительной поездки, ты работал в Москве, совсем недавно совершил поездку также в Петербург. Я думаю, наши радиослушатели были бы заинтересованы в том, чтобы узнать, что ты там делал и каковы результаты твоих творческих поездок. Но перед этим, оглядываясь в прошлое, я ассоциирую тебя как режиссера, как публичного человека с двумя темами. Это тема судеб и идентичности русскоязычных в Латвии. Я говорю о своеобразном цикле твоих работ «Озеро надежды» и «Озеро надежды замерзло», условно говоря, вторая часть, а также с темами, которые связаны с культурой и мироощущением Серебряного века. Может быть, мы могли бы начать наш разговор как раз с Серебряного века. Расскажи, пожалуйста, что именно в этом сложном, скажем, очень хрупком культурном периоде, который в основном можно датировать до Первой мировой войны, что в нем является импульсом для твоего творчества, для твоих, скажем, театральных работ или для твоих композиций? Причувствие катастрофы, наверное. Причувствие катастрофы имеется в виду Первая мировая война? Да. То есть, ощущение конца прекрасной эпохи. Ощущение того, что что-то очень должно закончиться. И от этого очень такое обостренное желание жить, чувствовать, творить. Наверное, это... Иными словами, это ощущение того, что красота вот-вот погибнет? Да. А как бы мы могли охарактеризовать, в Сочи, те импульсы, которыми подпитывалась, условно говоря, эстетика Серебряного века? Почему именно Серебряный? Как мы... Небольшой ликбез в мир этого периода. Вот, Денис, ты же культуролог, мне кажется. Давай... Хорошо, но ты автор, который работает с текстами этого периода, с поэтами, с... Условно говоря, ты знаком с драматургией этого периода, и как раз тем, что мы называем мироощущением. Ты уже упомянул одну идею, это катастрофа, и это острое желание жить. В каких формах оно выражалось? Какие формы оно принимало? Каковы мотивы, темы? Ну, расцвет всех видов искусств, новые формы, появление новых форм, экспериментаторство. Да, всё это как-то очень... очень стремительно развивалось, распускалось, и так же быстро умерло и было стёрто. Ты имеешь в виду некоторое ускорение всех творческих процессов или ускорение времени? Да, да, наверное. Да, наверное. Было ощущение такое... Мне кажется, что было такое ощущение бурления, какого-то электричества, разлитого в воздухе. И у нас какое-то время назад то же самое наблюдалось, и потом как-то это ушло, мне кажется. В глобальном мире всегда необходимо узнать, а у нас это где? Ну, в нашем времени. В наше время. Ты имеешь в виду начало 21-го столетия? Да. Да, конец нулевых. То есть, ну, вообще нулевые. Середины конец нулевых. То есть, было такое ощущение чего-то. И потом, когда закончились нулевые, как-то, да, все это куда-то ушло. Куда-то ушло. То есть, было такое ощущение, что вот-вот должна наступить катастрофа, а на что-то все это не наступало. Меня очень интересует как раз само ощущение катастрофы. Ведь должны быть какие-то импульсы, знаки, ощущения, которые, скажем, свидетельствуют о приближении чего-то. Вот то, что мы называем дух времени, вот этот сайт, гайз. То есть, ты сам, как, условно говоря, представитель художественно-творческого мира, должен быть особенно восприимчив к таким импульсам извне. Где ты считывал эти знаки? Вот знаки приближающейся катастрофе, катастрофы, которые так и не приблизились. Ну, ладно, может, еще все приближается, а может быть, она уже наступила, а мы ее просто не заметили. То есть, такое тоже может быть. И все же, где эти знаки были? Каковы они? Предчувствия, предвидения, знамения, если мы говорим о более, скажем, метафизическом мире? Ну, знаешь, что-то не хочется мне туда сейчас идти. Это будет такое, совсем начнется, эзотерика может начаться. Хорошо, но ведь ощущения-то, в конце концов, уплотнились, если так можно сказать, в восприятии окончания какого-то периода, потому что ты упомянул о том, что что-то могло появиться, но здесь две версии. Либо прошло мимо, либо все-таки грянуло, а мы этого не заметили. Меня интересует, может быть, уйдем от эзотерики, больше в мир, допустим, театрального искусства. Отмечал ли ты трансформации почерк режиссеров, или, может быть, изменения, какие-то поколенческие изменения актеров, с которыми тебе приходилось работать. Должны быть какие-то моменты, кусочки ткани, из которых вот эта панорама сплеталась, панорама тревоги, ощущения конца периода. Не, ну знаешь, то, что меня сейчас тревожит больше всего, это непонимание, собственно говоря, что ставить, о чем. И, в общем-то, отсутствие понимания, кому. Кому имеется в виду аудитория. Да. Вот что хочет зритель? Чего он ждет? Это мне очень, не очень понятно. А как можно попытаться выяснить? Мы можем, конечно же, я говорил с... И это, прости, пожалуйста, что Денис, знаешь, и это, на самом деле, самое тревожное. И это, мне кажется, подразумевает то, что, наверное, эта катастрофа, вот она и наступила, когда... Да, когда... Да, просто какое-то полнейшее непонимание. И один мой приятель, министр, наш, значит, один из министров нашего латвийского правительства, когда меня встретил... Нынешнего? Да, да. Он меня встретил и говорит, слушай, ты понимаешь вообще, что происходит? И я говорю, а-а. И говорит, я тоже не понимаю. Иными словами, не только у представителей художественного мира есть ощущение того, что мы не понимаем, где мы находимся, но еще и политики. Ну, я так предполагаю, наверное, да. Таким образом, это настроение, оно начинает растекаться как-то так по социальному пространству. Но мы оставим в покое министров, по идее, им по должности все-таки полагается хотя бы понимать на ближайшие несколько месяцев, что происходит, ну, хотя бы в бюджетной политике, да. Хотя, судя по результатам нашего экономического развития, мы видим, что у них действительно много проблем с восприятием мира. Вернемся к театру. Ты выразил опасения, которые, мне кажется, очень важны как раз для, ну, по сути дела, уже давно существующего представления о доминанте постдраматического театра. О том, что неизвестно, что ставить, неизвестно для кого. Как ты можешь работать тогда в таких условиях? Ведь какие-то координаты для самого себя необходимо разрабатывать, создавать, цепляться за что-то. Ну, или это сугубо эгоистический тогда получается подход? Ставлю то, что хочу. Ты повернулся спиной к зрителю или нет? Нет, 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 я не хочу этого делать и не собираюсь, потому что тогда все-таки профессия театрального режиссера теряет смысл, и зачем тогда выходить к зрителю, если ты повернулся к нему спиной? То есть, мне кажется, нечестно. А каков смысл этой профессии, если сформулируете его одним предложением? Ну, разгонять тьму. Разгонять тьму? Например, образно выражаясь. Тьма, образно выражаясь, это может быть еще и интеллектуальное невежество? Да всякое разное. Или, ну, как сказать, я даже не могу так в одном предложении ответить. А может быть, это попытка диалога, может быть, это желание быть понятым. То есть, и мне, как художнику, и аудитории, да, то есть, мне нужно понять аудиторию и почувствовать ее, а аудитории нужно понять, что я говорю, да, то есть, и тогда происходит какая-то встреча. Не знаю даже. Не знаю. Я как-то не очень задумываюсь об этом, если честно, о смысле. Как-то, как-то просто что-то чувствуешь и делаешь. Ты упомянул, или не делаешь. Ты упомянул, что, еще раз возвращаясь к тезису о том, что неизвестно, кому ставить, подразумевает ли это то, что были периоды или период, когда знали, кому что ставить? Я не говорю о каких-то идеологических разнарядках, допустим, предыдущего тоталитарного режима, но вот, условно говоря, если мы берем 90-е, период освобождения от цензуры многолетней, по сути дела, множество десятилетий, тогда все было яснее, и если было, то каковы, по-твоему, причины того, что теряется или потерялась эта неясность? Знаешь, я могу даже, давай, может быть, еще возьмем более недавнее время, это 14-й год и захват Крыма, вот тогда даже было какое-то понимание, то есть была, ну, такая совсем уж тревога, да, в воздухе была разлита, и казалось, что сейчас что-то начнется, и... Начнется в смысле геополитики? Да, да, и даже это, и это как бы внесло какую-то некую ясность, собственно говоря, в то, что происходит, и от этого, ну, то есть, вот родилось, например, озеро надежды, из-за этого ощущения того, что давайте что-то делать, да, давайте, давайте мы попробуем хотя бы как-то консолидировать страну, жителей страны. Напомним нашим радиослушателям о том, что первая часть озера надежды, по сути дела, многослойна, я как зритель могу судить об этом не более, две темы, это тема русскоязычных и их места в латвийском обществе, тема неграждан, а также тема, скажем, и судьба, индивидуальная судьба человека гомосексуальной ориентации в современном латвийском обществе, темы эти, опять же, если я сужу, как зритель, переплетаются между собой, и я понял сейчас от, скажем, из того, что я услышал, что первая часть этого триптиха, по сути дела, появилась как импульс, тревожный импульс, да, или попытка, наоборот, что-либо предпринять. Таким образом, текст этой пьесы, созданный тобой, это ответ на какие-то социально-политические реалии того периода. Что произошло со второй частью, или, вернее, между первой и второй частью? Какие ощущения? Эта тревога возрастала, удалось ее каким-то образом затушить, купировать? Ну, наверное... Потому что вторая часть называется «Озеро надежды» замерзла. Да. С одной стороны, это дает возможность добраться до самой сердцевины «Озеро», с другой стороны, это всегда лед, материя очень тонкая и опасная, как мы знаем. «Озеро надежды» нет, просто... Мне так трудно об этом говорить, вот как-то прямо вот трудно, мне даже трудно формулировать. Да, но ты сам упомянул первую часть, я не настаивал. Ну, что потом случилось? Потом как-то... Понимаете, Денис, я воспитываю какие-то страшные мучения, когда мне заставляют формулировать свое отношение к политике или, знаешь, формулировать время, в котором мы живем. Я это прямо вот... Прямо не люблю так. Хорошо. Я знаю, что я сам это упомянул, но просто как-то сказать, ну что я сейчас буду рассказывать о том, что произошло с нами с 2014 года и вот как теперь мы... Понимаешь, я не хочу, это не моя профессия, я, мне кажется, не обязан вообще заниматься ни политикой, ни какими-то вот этими всякими вопросами, даже социальные вопросы меня не особо интересуют. Хорошо. Таким образом, полагаю, что как раз время сейчас подходит сделать небольшой антракт. Через несколько минут мы вернемся в студию после выпуска новостей и рекламной паузы. Мы вернулись в студию, напомню, это программа Культ Просвет. Сегодня в гостях у нас режиссер и композитор Владислав Наставшев. Уважаемые радиослушатели, я также повторно призываю вас принять участие в нашей дискуссии по телефонам прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Оставляйте также, пожалуйста, свои сообщения и размышления по номеру WhatsApp и SMS 2061-91-2061-91. 2061-91. Первая часть нашей сегодняшней дискуссии была достаточно пестрой и многоплановой. Мы поговорили совсем немного о Серебряном веке. Одним из лейтмотивов нашей беседы в первой части стало ощущение тревоги, которая, по мнению нашего гостя, висела в воздухе тогда перед Первой мировой войной, когда мы говорили о хрупкости Серебряного века и в какой-то степени в последние годы упоминались некоторые геополитические вопросы. Далее наш гость упомянул, что может быть негоже говорить ему о политике, поэтому вернемся к театру. В первой части нашей дискуссии прозвучала очень важная мысль о том, что сейчас непонятно для кого ставить. Скажи, пожалуйста, в тех театрах, с которыми ты работаешь, каким-то образом сами дирекции или режиссеры может быть пытаются все-таки осознать и узнать нынешнего зрителя. Какие-то социологические инструменты, что-то, какие-то исследования или, может быть, фокус-группы или, может быть, разговоры перед премьерами. То есть, каковы могли бы быть механизмы для тебя, как для режиссера, получше узнать публику, может быть, заранее, до триумфа или провала, условно говоря, какой-то пьесы? Ну, да, наверное, в каждом театре по-разному. У кого-то кто-то очень жестко, кто-то из директоров театров, потому что все-таки мы живем в эпоху директорских театров. Театр директора, это даже не театр художественного руководителя, который определяет художественную политику театра, а это директор, то есть это продюсер, который как-то определяет лицо театра. Иными словами, мы возвращаемся возможно к культуре 18-го, начала 19-го веков, когда оперный театр, который мне ближе по теме, по сути дела были театрами импресарию, которые часто разорялись, но они вынуждены были сурово держать в своих руках и труппу, и бюджеты, и все прочие. Ну да, но при этом, видишь, все-таки к этому добавилось понимание, что без режиссера все-таки никак. Все-таки это, да, должно быть... То есть при этом, да, у директоров получается незавидная задача пригласить ярких индивидуальностей режиссеров, ярких художников, но при этом как-то попробовать их вправить в то направление, в котором им бы хотелось что-то было. То есть в этом смысле очень часто ты сталкиваешь не то, что с цензурой внутри театров, а с каким-то таким... Ну, существует некий заказ очень часто, да, то есть ты, попадая в тот или иной театр, ты должен с этим всегда считаться, и дальше успех или неуспех зависит от того, насколько тебе это удалось или не удалось. Есть ли какие-то общие тенденции этих заказов, условно говоря? Ну, знаешь, главная тенденция это уверенность в том, что театру понятно, что хочет публика, и понятно, что она не хочет. то есть ты, например, предлагаешь, тебе говорят, ой, нет, наш зритель это не поймет, например, и меня это всегда очень, как скажем так, вымораживает, потому что, да, потому что есть некая такая предопределенность, которая меня... Ну, вообще, как только человек в чем-то уверен, мне сразу хочется это оспорить, да, и... А потом очень часто бывает такое, что автоматически, ну, то есть, получается, ты должен работать с аудиторией, которая тебя априоли уже не понимает, то есть, и тебе нужно как-то под этот вот какой-то такой, знаешь, воображаемый, некий такой коллективный образ вот этого вот зрителя, да, под него пытаться вписаться, не очень понимая, на самом деле. Понимаете, получается какой-то такой lost in translation чуть-чуть, потому что пока ты там переводишь свои мысли, ощущения в, да, в на более какой-то удобно понятный и приемлемый язык, можно вообще потеряться, и в итоге никто уже никого не поймет. Иными словами, ты встречаешься в самом начале работы над постановкой с какими-то тезисами театра, дирекции, которые так и сопровождают тебя на протяжении всей работы, или же тебе удается играть в прятки? Ну, по-разному, Денис, по-разному все это, и потом актеры тоже, если они много лет работают в одном и том же театре, то уж они-то точно знают, наверное, что пойдет у зрителя его, что не пойдет. То есть они своего зрителя знают хорошо достаточно. Помогает ли тебе их знание? То есть, условно говоря, дирекция – это одно дело, да, это в какой-то степени это еще и коммерческий момент, в театре нужно... Ну, по-разному, понимаешь, есть знание, есть знание. Знаешь, поэтому, поэтому, ну, по-разному. Просто очень часто ты все-таки находишься в... Понимаешь, это вообще очень большая редкость, когда мы просто что-то делаем. Да, то есть карт-бланш почти не существует, да? Практически нет. То есть, ну, вот он сейчас у меня был в гогольцентре. Я могу сказать, что это может быть единственное место сейчас, где ты чувствуешь свободным себя. Расскажи, пожалуйста, что ты там делал? Я там ставил третью часть своей автобиографической саги. да, и спектакль называется «Спасти Орхидею». Там, если в первой части в Риге была мама, во второй части была бабушка, то здесь, значит, объединяется мама с бабушкой, и... Они обе фигурируют на сцене? Да, да, они обе на сцене, и... Ну, то есть, что-то частично взятое из предыдущих частей, но, в принципе, это новое произведение, и оно все-таки... Ну, то есть, меняется призма, меняется взгляд, угол зрения на, в общем-то, одну и ту же проблему, на проблемы, связанные с питанием, там, русские в Латвии, да, то есть, все эти вопросы фигурируют, с одной стороны, а с другой стороны, как-то все-таки есть попытка взглянуть на это чуть-чуть сверху, то есть, если в предыдущих двух частях я был внутри ситуации, то здесь я пытаюсь на нее посмотреть чуть-чуть сверху, и, мне кажется, это единственный возможный вариант, потому что, ну, сколько можно, да, и, может быть, поэтому она не такая острая, как первые две части, которые в Риге сделаны, она более, может быть, лиричная, и более созерцательная, мне даже хотелось назвать спектакль пейзажа, то есть, это для меня некие такие, такие японские трёстишья, даже, вот как-то, я вот от этого отталкивался, то есть, тоже замёрзший, зимний такой, значит, заснеженный пейзаж, да, в котором какие-то фигуры двигаются, что-то они друг другу говорят иногда. А чем бы ты объяснил смену вот такой тональности, почему лиричность, это в какой-то степени прощание с темой, иными словами, ты всё высказал? Ну, это скорее принятие, может быть. Принятие самого себя? Или принятие... с тем, что со мной происходило, когда я был ребёнком? Ты упомянул жанр саги. Сага, это, конечно, не только объёмное произведение, но оно имеет и целый ряд, скажем, большую галерею героев, если мы берём, допустим, шедевры, литературный саг. Здесь речь идёт, по сути дела, об одном человеке в мире, в котором постепенно появляется несколько героев, по сути дела, количество их совсем невелико. Вопрос такой, у тебя не возникало ощущения в какой-то момент, может быть, во время создания одной из трёх частей, а может быть, и каждая из них, что довольна говорить, что всё закончилось, всё высказано, и ещё одна биография в этом мире, переполненном знаками и звуками, больше не нужна. У тебя не останавливалось иногда перо, так фигурально говоря, и у тебя не возникало ощущения того, что для чего, кому это надо? Ну, было, конечно, такое ощущение, поэтому я говорю, пришлось мне как-то чуть-чуть абстрагироваться, взглянуть на эту ситуацию с другого угла. Ну, то есть, например, линия «Мама» в спектакле состоит из наших с мамой телефонных разговоров, которые происходили во время репетиции вот непосредственно спектакля «Спасти орхидеи» в Москве. Да, то есть, и это тоже был такой ну, эксперимент, да, можно ли обыкновеннейшие телефонные разговоры превратить в предмет искусства. И можно ли? Ну, как выяснилось, да, можно, если, тем более, если ещё талантливые артисты, то, как известно, да, вообще там не важно, что они читают, а главное, что они появляются на сцене, они как-то занимают пространство собой. Да, нет, но в этом есть доля правды, на самом деле, это, конечно, всё сложнее, чем просто так. Ну, как выяснилось, да, можно. Можно в таких каких-то, на первый взгляд, очень таких поверхностно-бытовых разговорах уловить какие-то глубинные потоки. то есть, это возможно, это возможно, и мне даже, кстати говоря, это очень интересно именно своей непретенциозностью, что ли, потому что там нету претензий на какие-то большие темы, а есть просто два человека, которые друг с другом разговаривают по телефону о том, какая погода, о том, что там сын ест, о том, простужен он или нет, почему простужен, о том, как идут репетиции, то есть, какие-то такие очень, можно сказать, рутинные вещи. Но они приобретают какой-то такой надсмысл или верхний смысл. Оказывается, это можно сделать. Ну, мы, конечно, помучились, но в итоге куда-то мы с артистами. Может быть, ты мог бы упомянуть. Мою маму играет такая достаточно известная артистка, которая очень много снималась в советское время, Елена Коренева, совершенно потрясающая, конечно, актриса. И Лена сразу как-то почувствовала эти тексты, почувствовала их абсурдность, иронию, юмор. Да, и как-то ей сразу это понравилось, и на этом, собственно говоря, все и держал, потому что, ну, я в этом смысле завишу от артистов, потому что если артистам не нравится, то я уже ничего не смогу сделать. Если нам про это нравится, тогда они сделают все, чтобы это состоялось в итоге. Поэтому, да, страшно, когда ты вдруг встречаешься с артистами, которым не особо это надо. Это, кошмар. Изменить их мнение, я понимаю, из твоей скептической фразы почти невозможно. Или возможно? Чье мнение? Актеров. Ты сказал о том, что если они не заинтересованы, если они... Ну, это... не знаю. То есть здесь достаточно, скажем, велика вероятность не встречи, да, если мы говорим... Ну, да. Ты упоминал, что, немножко абстрагируясь от своей собственной биографии, ты все же находился в пространстве, которое, так или иначе, ну, отдалено от латвийских актуальных тем, но ты упомянул, что и в третьей части «Испасти Орхидея» это все-таки одна из тем, это русские в Латвии. И отозвалась ли аудитория, зал на темы, которые, может быть, многим россиянам неизвестны? Мои гости и друзья из Петербурга, они нередко смотрят на тему, например, тех же неграждан, как на нечто экзотическое, непонятное, и во многом они более здравомыслящие, чем мы здесь, которые варимся в этой теме уже много десятилетий. Да, настолько вскользь проходит эта тема, что я даже не берусь говорить. Я думаю, что... То есть, во-первых, она там не является смыслообразующей, совсем прямо. То есть, происходит упоминание, да, о том, что мама негражданка, что ей тяжело с этим перемириться, что она в каком-то смысле до сих пор чувствует себя униженной и обиженной, и оскорбленной, да, так совсем, если продолжать. Что звучало в первой части достаточно четко, да? Да, да. Ну, кстати говоря, не очень там это звучало, мне кажется. Ну, мне показалось, как зрителю, позволь мне остаться при своем мнении. Я именно поэтому спросил, условно говоря, исполнительнице роли мамы, тебе приходилось ее вводить в этот контекст исторический и современный, политический? То есть, и нужно было каким-то образом присутствовать в этой теме, в этом пространстве, вот не гражданина, а бит там и так далее, и так далее. Мне не нужно было вводить, Лена была в курсе, и ее взгляд на эту тему, что ты должен говорить на языке страны, в которой ты живешь, и что, ну, что на ее взгляд это не проблема никакая. Я заметил то же самое от моих питерских друзей. Они тоже считают, что, по сути дела, живя в этой стране, ты должен и учиться, и владеть этим языком, и это как раз в контексте сегодняшнего решения Конституционного суда по реформе образования. Хорошо восприятие... У меня не такой простой взгляд, потому что я все-таки, знаете, попадая в Москву, я все-таки, конечно, наслаждаюсь тем, что все вокруг говорят по-русски, я наслаждаюсь русским менталитетом... Кириллицы. Да, я наслаждаюсь тем, что ты можешь свой родной язык использовать во всех возможных нюансах и в этом купаться даже. Абсолютно согласен. Тоже ощущение меня преследует и в Петербурге, когда я вижу вывески на русском языке и так далее. Да, но видишь, такова, может быть, судьба таких гибридов, как мы здесь, существующих в разных культурных пространствах. Но при этом вот это вот рижское культурное пространство очень много нам дает, как русским. И мы... Я, например, приезжая туда, я чувствую, что я очень выгодно отличаюсь, потому что все-таки, да, мы гибриды, и это не есть плохо. Мне кажется, что это прекрасно совершенно, что мы... Еще какая-то некая такая разновидность русского менталитета, который... Который глобален, на самом деле, есть, условно говоря, немецкая русская культура, французская и так далее. Филологи даже говорят о так называемых разновидностях балтийских русских языков, где как бы языки национального большинства так или иначе вплетаются в пространство русского языка. Ты сказал, что ты выгодно... Чувствуешь, что ты выгодно отличаешься от, скажем, московского пространства. В чем как раз это выражается? Может быть, какие-то конкретные бытовые моменты? Ты мог бы проиллюстрировать это? Свою инаковость как ты ощущаешь? Я ощущаю вот этой, наверное, может быть, эмоциональной волной, на которой я чувствую реальность. Как-то так нормально это прозвучало. Это прозвучало достаточно сложно, потому что моментально порождает вопрос. А это хорошо. Речь идет о том, ты испытываешь, скажем, какую-то особую эмоциональную волну от тех людей, с которыми ты в Москве общаешься и работаешь, или наоборот, твоя волна отличается от них, то есть какой-то диссонанс? Моя волна отличается от них, и я предполагаю, что это частично происходит за счет того места, где я родился, где я вырос, где я большую часть времени провожу. Некоторая балтийская дистанция и отстраненность, она тебе кажется необходимой при работе ВКонтакте? Да, мне кажется, что за счет этого выгодно отличаются те спектакли, которые я делаю. То есть они вносят какую-то некую другую эмоциональную чистоту. Знаешь, как вот радио, частоты. Просто это некая другая чистота. И мой друг и, можно сказать, наставник Кирилл Серебренников, когда он приехал сюда и вот увидел мои работы, и после которых он меня пригласил в Москву работать в Google-центр, за что ему огромная просто благодарность. Он сказал просто, что в Москве нету такого. Он посмотрел какой-то мой спектакль, он сказал, что в Москве такой спектакль не мог бы родиться, потому что просто люди там так не чувствуют реальность, они ее так не воспринимают. Я попытаюсь докопаться, как антрополог. Как так? Попытайся сформулировать. Я знаю, что это непростой вопрос, но ты человек подкованный. Мы говорим о эмоциональности. Я не знаю, я могу, может быть, показать, знаешь, можно вот так чувствовать, а можно вот так чувствовать. Иными словами, ровная линия без каких-либо резких изменений, если мы говорим, допустим, о почерке кардиограммы. Например, да. У тебя там все более-менее плавное и спокойное. Ну, даже не в этом дело, а просто, это просто другое что-то. Аша, переведи это на язык музыки, ведь ты же еще и композитор. Может быть, так нам будет понятнее. Ну, да, но может быть мусоргский, а может быть, условно говоря, прекрасный эстонский композитор. Арваперт? Да. То есть, то есть, иными словами, что нечто медитативно отстраненное, может быть, минималистское. Говоря о твоих, допустим, вокальных проектах, совсем недавно ты выступал в Петербурге, 13 апреля, с концертом, и в репертуаре были, ну, условно говоря, песни советского периода, я правильно понял, или так можно крестить. Скажи, пожалуйста, почему эта тема тебя интересует, почему ты вернулся к этим песням? Они есть, а также часть твоего, скажем, акустического детства твоего прошлого, это были песни из приемников. Во-первых, понимаешь, Денис, нет особо какой-то такой прямо концептуальной подоплеки и желания попасть во время. Ничего этого нету, просто я сочинял, у меня был спектакль «Три сестры» в Риге, в Национальном театре, и там все дело идет о Москве, все они хотят в Москву, и я подумал, что хорошо бы туда поставить песню о Москве, и вспомнилась песня, значит, «Дорогие мои москвичи», что сказать вам на прощание. Да, у нас как раз осталось три минуты до окончания нашего разговора, и тогда, получается, пришло время... рода песня, все и пошло. Да, и концерт этот будет продолжаться, его можно будет каким-то образом посетить здесь еще в Риге или в других городах. Нет, в Риге не планируется, возможно, будет в Москве в июне. И я понял от тебя, что спасти Орхидею мы не увидим здесь в Риге. Пока нет. Пока нет. Каковы причины? Не знаю, просто нет такого желания, может, или возможности у театров, или, может, никто... Ну, я откуда-то, я знаю, даже не от меня зависит. Тоже другие люди решают. Но есть ли у тебя у самого желание закончить этот рептик здесь и для латвийского зрителя? Нет, у меня нету какого-то такого ярко выраженного желания или мнения на эту тему. Где будет этот спектакль, он приземлится, там и приземлится, как дуванчик, который распыляешь, и вот эти вот, значит, серенькие штучки как-то опускаются на зелье, где-нибудь взбредет. Понятно, с другой стороны, наш зритель вполне мобилен, мы можем следовать за режиссером, так как это происходило в 19-м столетии. Буквально несколько предложений. Как ты оцениваешь культуру театральной критики в Латвии? Режиссер всегда так иначе подвержен, можно так сказать, или связан, можно выразиться так, с критикой? У меня нет каких-то таких таких соображений, которые мне бы хотелось поделиться. Ничего особенного, я не чувствую. Ну, то есть, я живу как бы в каком-то параллельном мире. То есть, было время, когда меня это волновало, и у меня было какое-то ярко выраженное мнение, и мне хотелось об этом говорить, и мне казалось, что об этом стоит говорить, а сейчас я как-то, мне кажется, что это не стоит, просто вот это неинтересно. Хорошо. А каким образом качество театральной критики может вливаться вообще в состояние театрального искусства? Может оно серьезно влиять? Может. Конечно, может. То есть, параллельность этих мероприятий, с одной стороны, может существовать, с другой стороны, один мир может как-то вторгаться в другой. Да, ну, это же ведь, почему знаете, мы с тобой на ты. Просто, это как в любом деле, если есть яркие индивидуальности, то это и происходит, то, о чем ты говоришь, да, что критика переплетается с художественными процессами, влияет на них, и так далее. А если нету ярких индивидуальностей, то этого не происходит. Что ж, на этом мы и закончим наш сегодняшний разговор. Уважаемые радиослушатели, я благодарю за то, что так внимательно нас слушали, что даже ни разу нас не побеспокоили, не прервали, хотя мы искренне ждали ваших звонков и сообщений. Напомню, сегодня в гостях у нас был режиссер и композитор Владислав Наставшев. Говорили мы на темы театрального искусства, известного или неизвестного зрителя, тема русскоязычных и целый ряд других. Следите за творчеством нашего гостя. Напомню, что сегодняшний наш разговор технически был возможен благодаря нашему коллеге-звукорежиссеру Родиону Золотареву. Я желаю вам дивного дня и теплого вечера, и до скорых встреч. До свидания. До свидания.